друзья всем привет с вами канал observer меня зовут артём и сегодня мы составим топ 5 телескопов в ценовом сегменте до 50000 рублей поехали друзья прежде чем мы начнем хотел напомнить что на нашем канале вы сможете найти огромное количество различных видеороликов как на тему выбора отдельных инструментов это обзоры микроскопов телескопов зрительных труб биноклей и монокуляров так и общие информационные ролики по микроскопии и астрономии обязательно ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик чтобы быть в курсе новых видео на нем также не забывайте что в описании под роликом вас ждет промокод на скидку на покупки в интернет-магазине observer-msk.ru приобретайте оптику саб сервер по самым выгодным ценам также в описании под видео вы найдете ссылку на наш инстаграм аккаунт переходите и изучайте науку вместе с нами или же просто полюбуйтесь замечательными фотографиями и мини статьями от наших специалистов и так друзья к сожалению связи с текущей экономической ситуации выбор телескопа в бюджетном ценовом сегменте становится все сложнее приобрести достойный качественный инструмент по относительно низкой цене тем более если вы не совсем разбирайтесь в рынке достаточно сложно наш сегодняшний ролик я надеюсь поможет вам в этом выборе мы подобрали пять различных моделей телескопов в сборе то есть прямо из коробки с ними вы сможете наблюдать отдельно зрительные трубы телескопов в нашу подборку не попали кроме того мы постарались включить сюда разнонаправленные инструменты с различными типами монтировок и типами оптических схем что ж не будем более тянуть приступим 5 место нашего топа занимает мид старт навигатор 90 рефрактор с классическими параметрами 90 миллиметровой апертуры и фокусным расстоянием 900 миллиметров с относительным отверстием один к десяти это прибор с азимутальной монтировкой с авто наведением после несложной калибровки можно комфортно и оперативно переключаться между интересующими объектами в автоматическом режиме один из немногих подобных вариантов вписывающимся в наш бюджет модель можно ограниченно использовать и для занятий астрофотографии максимально полезное увеличение составляет 180 крат достаточно для работы с луной планетами солнечной системы например можно увидеть полосы на диске юпитера большое красное пятно щель кассини в кольцах сатурна а также снежные шапки марса однако ввиду небольшой апертуры из объектов дальнего космоса будут доступны только наиболее яркие туманности и галактики в комплекте можно найти два окуляра 9 миллиметров и 25 миллиметров дающих увеличение 100 и 35 крат соответственно а также искатель с красной точкой оптимальный набор для начала наблюдений четвертое место занимает sky watcher evo star mac 102 az пронто на треноги star adventurer зеркально-линзовый телескоп с апертурой 102 миллиметра и фокусным расстоянием 1300 миллиметров максимально полезное увеличение составляет 204 крата прибор комплектуются диагональной призмой дающий прямое конечное изображение без отзеркаливания оптическим искателем окулярами 10 и 25 миллиметров дающими увеличение 130 и 52 крата соответственно и крепкой азимутальной монтировкой с ручками тонких движений по обеим осям с удлинительной колонной и устойчивый двухсекционной трубчатой треногой из алюминия отличный вариант для выездных наблюдений налегке труба способна обеспечить качественную работу по луне планетам солнечной системы а также наиболее ярким туманностям галактикам и звездным скоплением а благодаря азимутальной системе и прямому изображению с прибором легко справиться даже новички кроме того данной моделью можно пользоваться в качестве стационарной зрительной трубы по наземным объектам на третьем месте расположился skywatcher bk-1025 а з3 короткофокусный рефрактор с апертурой 102 миллиметра и фокусным расстоянием 500 миллиметров имеющий широкий угол обзора и высокий показатель светосилы при этом однако этот прибор несколько узкоспециализированный при теоретически максимальном полезном увеличении 204 крата на значениях свыше 100 120 начинает сильно проявляться хроматическая аберрация что является общей чертой для всех короткофокусных рефракторов а хроматов кроме того прибор требователен к аксессуару для раскрытия всех его возможностей потребуются наиболее качественные окуляры и линзы барлоу инструмент отлично подходит для обзорной работы по звездному небу наблюдение объектов дальнего космоса и луны планеты солнечной системы доступны для общего изучения на начальном уровне компактность прибора делает его хорошим вариантом для поездных наблюдений налегке нужно отметить что телескоп оснащается взрослым алюминиевым фокусером с посадочным диаметром 2 дюйма с переходником на одну целую двадцать пять сотых дюйма искателем с красной точкой и двумя окулярами 10 и 25 миллиметров дающими увеличение 50 и 20 крат соответственно второе место sky watcher bk 909 и q2 классика от бренда sky watcher рефрактор с апертурой 90 миллиметров и фокусным расстоянием 900 миллиметров на экваториальной монтировки типа и q2 с механизмами тонкие движения по обеим осям позволяющие компенсировать вращение земли всего одной ручкой кроме того с подобной монтировкой после калибровки можно наводиться на интересующие объекты с помощью координатных кругов также есть возможность установки приводов часовой оси что позволит начать заниматься астрофотографии хотя и с определенными ограничениями связки с двухсекционной алюминиевой треногой устройство отлично держит трубу оптическая труба дает максимальное полезное увеличение в 180 крат это несколько меньше чем у предыдущего прибора почему же 909 оказался на более высокой позиции в нашем топе все дело в том что это более универсальный инструмент отлично подходящий для начала исследования звездного неба доступны наблюдения луны планет и дальнего космоса за счет длинного фокуса он не так требователен к используемым окуляром и может без особых ограничений работать вплоть до максимального увеличения 180 крат в комплекте с моделью поставляются оптический искатель 6 на 30 окуляры 10 и 25 миллиметров дающие связки с телескопом увеличение 90 и 36 крат соответственно первое место sky watcher bk 130 65 и q2 на такой же как и предыдущий вариант достойный экваториальной монтировки начального уровня и q2 однако сама труба это уже рефлектор ньютона с качественным короткофокусным параболическим зеркалом апертура составляет 130 миллиметров фокусное расстояние 650 миллиметров максимальное полезное увеличение 260 крат ожидаемо самый мощный прибор из сегодняшней подборки отличный вариант для самых разнообразных наблюдений он прекрасно покажет как объекты дальнего космоса причем намного более тусклый чем любой другой прибор из сегодняшнего топа а также отлично справиться с детальным изучением дисков венеры марса юпитера с наиболее крупными спутниками сатурна с кольцами и рельефа луны зеркальная конструкция прибора подразумевает открытый корпус трубы вследствие чего при активном использовании главный оптический элемент параболическое зеркало может загрязняться и смещаться относительно правильного положения в оптической схеме поэтому пользователю нужно быть готовым к юстировке прибора при необходимости и его редкой чистки что однако не умаляет достоинств данного инструмента комплектуется прибор минимальным набором аксессуаров необходимым для начала наблюдений искателем с красной точкой окулярами 10 и 25 миллиметров дающими увеличение 65 и 26 крат соответственно что ж друзья вот такая у нас получилась подборка телескопов до 50 тысяч рублей я надеюсь видео вам понравилось обязательно ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и нажимайте кнопку колокольчик чтобы быть в курсе новых роликов на нем если вы хотите задать какой-то вопрос у вас есть пожелание по тематикам будущих видео или может быть хотите оставить свое мнение относительно темы сегодняшнего ролика все это друзья оставляйте в комментарии давайте общаться и делиться информацией но я с вами прощаюсь всем пока